всем большой привет доброе утро сейчас начался небольшой дождь я уже вышла и решила поехать все-таки на метро потому что будут проблемы с кроссовками если пойдет дождь сильнее а а вроде как он собирается усиливаться поэтому я топую метро сейчас быстренько пополним карточку а здесь я не буду тупить пошла и давно метро не надо его флой пожалуйста что делать мне нравится все отлично тело 총장이 끝날 때까지 기다려 주십시오 총장이 완료된 후 카드를 가져가세요 총장이 완료되었습니다 교통카드를 가져가십시오 영수증 발행이 완료되었습니다 교통카드를 가져가십시오 총장이 완료되었습니다 교통카드를 가져가십시오 и все ой что-то я уже начинаю тупить ха-ха опа вообще могла на автобусе поехать но у меня на тимане не было я не помню можно там наличкой будет заплатить или нет где я уже пересадку делаю пересадку ой вроде не путаюсь без карты еду хотел искать я дома ну сейчас посмотрим зря я потратила полторы тысячи или нет надеюсь не зря потому что у меня кроссовки сохли я не знаю сколько дня два я еще не покупала сушилку для обуви да дождик есть но маленький хоп я в принципе так добегу где не особо сыро или кроссовок удобная штука конечно метро набрала кипяточек взяла с собой кофе 3 в 1 пользуюсь моментом что я пришла пораньше сейчас поковыряюсь в учебнике еще хотела у вас спросить пока это все таки начало видео до конца не все смотрят с одной стороны я вас понимаю короче очень хотела спросить почему вы меня смотрите вот мне правда это интересно и второй такой вопросик наверное самый важный для меня смотрели бы вы меня если бы я вот например грубо говоря забираю документы и еду домой вот что вас становится все больше и больше и отчасти скорее всего вам именно интересно то что я живу сейчас в корее ну в плане вообще в принципе за границей то что я учусь в универе который за границей без обид без всего вот этого вот я правда не обижусь если вы смотрите только из-за того что я сейчас в корее в плане если я уеду давай уйдете от меня я к этому нормально отношусь ну типа оно и понятно может вы готовитесь к поступлению или может вам нравится тоже ханяна вы планируете на курсы поехать может кто-то из ваших детей хочет поехать на курсы поэтому вы меня смотрите сейчас смотрю как все под зонтиками идут мне такое знаете облегчение что я не шла под зонтиком что у меня чистые сухие кроссовки обратно если дождь будет тоже на метро поеду хотя ну да на метро наверное что на автобус еще идти надо вниз спускаться либо спускаться через метро а толку идти дальше метро если можно просто поехать на метро ой вчера я легла тоже поздно я сначала убрала телефон в два вроде с копейками ну пол третьего где-то окей потом такая лежу ворочаюсь не засыпается и решаюсь взять в руки телефон это была моя ошибка прям тотальная ошибка ай никогда в такие моменты нельзя брать в руки телефон потому что я опять начинаю что-то искать что-то искать не по теме ну в плане не по учебнику и вот это вот все тянется тянется время вот так вот пролетает и в итоге я легла наверное в три с копейками я уж точно не помню возможно там было три сорок но врать не буду потому что реально не помню так все ладно я пошла повторять готовиться сегодня последний урок главы завтра будет просто закрепление и в среду у нас уже экзамен если не ошибаюсь то ильки чтение вроде бы надо будет глянуть ладно хотя мне роли не играет на самом деле и в там хотела сказать что мы сегодня закончили пораньше но мы заканчиваем как обычно Сейчас зашла в Оливьянг. Посмотреть, сколько стоит вазелин. Я офигела. Там две штучки, 7900. Сейчас хочу посмотреть в Дайсе, сколько он стоит. Если мне память не изменяет, то маленькая должна быть за трешку. Мой закончился практически. Я нашла аналог, кстати, в Оливьянг. Дайгинал. Он только есть в большом объеме. Дороговато. Поэтому большой я брать не буду. Сейчас посмотрю вазелин в Дайсе. Нашла только такой. С малинкой не было. Ну ладно, попробуем такой. Взяла себе еще такой маленький блокнотик. Мне нужен для записей. И смотрите, какие ручки я нашла. Это перья. Вот я думаю, можешь взять себе. Все равно стоит один чоник. И смотрите, сколько еще есть запасных. Вот это тоже прикольно. Наверное, больше как кисть. И тоже чоник стоит. Блин, хотеть, конечно. Может взять какой-нибудь. Попробовать одну хочу. Максимальное желание поехать на метро. Но раз уж я прошлась минут 10, то полчаса уже дойду. Надеюсь, не польется сильный дождь сейчас. Вообще его обещают где-то с 5-6. Сейчас не должно быть. Но он все равно есть. Достану-ка я кепку, потому что мне кажется, что мать в ночь несет. А из-за дождя придется мыть волосы снова. Я не люблю темыть волосы каждый день. У меня обычно это уходит раз в 3 дня, раз в 4. Есть девчонки, которые каждый день моют голову. Привет, Оля. Как ты ты меня смотришь? Это моя однокурсница. Мы с ней учились вместе. И у нее что бы ни происходило, что бы ни случалось, опаздывает. Она не опаздывает. С утра, без разницы, есть души вода, нет воды. Если нет, то в раковине моет. И в холодной воде мыло волосы. Ну вот так вот, да. Вот так получше. Фух. Небольшой снежок, кстати, пролетает. Не знаю, последний, не последний. Вообще, думаю, в конце января был последний. В январе никакого снега. Но вот, пожалуйста. Не знаю, какие сейчас планы. В Дальше взяла попробовать еще один соус, так скажем. Домой сейчас приду, покажу. Я из того, что покупала в пятницу, ничего так и не ела, не пробовала. Потому что... Кстати, я открыла чипсы попробовать. Как-то ночью. В воскресенье. Ну что, хочется время попробовать. Прям очень сильно захотелось. Пусть. Выглядит уже прикольно. Но они не красные. А пахнуло так нормально. Остреньким. Давайте пробовать. А это вкусно. Вообще, вот так прям топчик. Вот это реально острые чипсы. Вообще классная рекомендация. Спасибо огромное. Кабанейра. Все, я запомню. Обалдеть. Это реально остро. Есть вот эта небольшая пряность. Сладость. Но острота чувствуется прям на все 100%. Поэтому, если вы любите острое, теперь я тоже вам это рекомендую. Все, но теперь хочу еще. Именно их. Вообще вкуснятина. Спустила я себя чуть-чуть вниз. Сейчас в Телеграм записала кузочек с цапелькой. Там красоточка такая стоит. Беленькая. Сейчас пойду по камушкам. Надеюсь, я не поскользнусь. Там не споткнусь, как обычно. Я спотыкаться любитель. Это стали замечать. Уже достаточно много людей. Уже немножко даже неловко, когда ты на ровном месте просто спотыкаешься. У меня, знаете, уже как ритуал. Я когда прихожу в класс, я обязательно споткнусь об ножку стула. Вот что бы ни случилось, как бы аккуратно я ни садилась, все равно задену ножку стула и как-нибудь потыкнусь. Ах, что, дождь сильнее пошел? Нет. Пожалуйста, нет. Мост такой здоровый. Просто отсиделся. Ах, окей. Давайте спускаться. Сделаю камеру на 0,5. Ну, мало ли что, да? Хочу поржали потом. Так, ну я не должна. Вроде как и кост, потому что... А что там такое? А, то и кто? Ладно. Рыб нет. Ко-либо все с вентилем. Так. Просто идем, потеем, ослабаемся. Сапельки иногда очень близко тут стоят. На этот раз она просто далеко ушла. Иногда они могут прям вот тут вот на камушке быть. Вот здесь. А так она вон, а что там далеко. Папа. Папа. Ну, в принципе, все. Сейчас побегу домой. Это даже, наверное, не дождик, а больше как снег. Просто он сразу тает. Получается, как... Как игрушки. Ой, ой. Ой. Вчера первый раз за долгое время не поднималась на крышу заниматься. Ну, просто-напросто, потому что полдня у меня прошло в кровати. Проснулась я чуть ли не в три. Кошмар. Просто ужасно. Сегодня тоже не пойду. В любом случае, там крыша мокрая. Из-за того, что считайте, ну, грубо говоря, с восьми утра. И сама крыша, и само покрытие зеленое, на котором я, собственно, занимаюсь, оно мокрое. И высохнет только тогда, когда выйдет солнце. Там какой-то певец. Он только что уехал. Там был черный бус такой. И он уехал. Все, люди все расходятся. Камеры были. Я когда шла в сторону дома, я даже не заметила. Мне девчонки сказали. А, боже, боже, там камера видела. Здоровую. Балдеть. Куда ты ее тащишь? Куда ты ее тащишь? Ма-ха-ха! Большая камера. Они же собирают эти камеры. Все. Я теперь не расстроилась, потому что я думала, а вдруг здесь есть с малинкой или клубникой, но тут тоже нету. И он тоже тут трешку стоит. Есть чуть побольше, но его неудобно таскать просто. Он стоит две. И такой же. Ой, и такая же цена, такой объем здоровый. Ну, ладно, я фиг снял. Ничего не говорите. Просто. А я неправильно, наверное, сейчас пару еще вожу. Естественно. Короче, сейчас переоденусь. Сделаю их свои дела. Потом буду делать корейский. Все-таки пока я кушать не хочу. И... Ну, нам нужно сделать те бумаги, которые нам выдали до конца уже. Их добить. Что вроде как в среду будем проверять уже. И в среду же будет экзамен. Взяла в дайсу пилочку. У меня вообще телефон пишет. Нет, потому что он сейчас полностью темный экран. Ибо осталось 4% пока я топила. Так. Вот такая вот. Вот такая вот блокнотик. Да, именно так хотела сказать. И взяла попробовать с кимчи-чемчи. Да, так сказала. Тунец и кимчи. Вот такой вот соус. Там был еще с курочкой. Хотела взять сначала два, потом думаю, будет же слишком жирно. Он стоил полторы. Блокнотик тысячу, чипсики две, пилка тысячу. И бальзамчик тоже вечером вместе с вами попробуем. Стоил трешечку. Плюс сегодня на проезд у меня ушло полторы. И вроде все, больше ничего не покупала, да, видите? Надо подумкать. У меня убеденный перерыв. Что это было? В кавычках. А все-таки я решила попробовать вот эту штучку. До консервы дойдем завтра. Наверное, завтра ее попробую. Просто хотелось что-то такого рыбного. Выглядит, конечно, ну, не очень привлекательно. И когда я, кстати, открыла упаковку, такое ощущение появилось, что я все-таки это пробовала именно в кустунца. Качество, наверное, все-таки оставляет желать лучшего. Все-таки полтора чоника это все стоит. Но с рисом вот так вот один разок попробовать можно. Если вы кушаете, вам тоже приятненького. Не, мне вполне пойдет. Брать буду. Все-таки, наверное, я это пробовала. Потому что вкус очень-очень какой-то знакомый. Ладно, в другой раз возьмем попробовать курочку. Так. Сразу анбоксинг. Мне кажется, это должно прикольно пахнуть. Крайне мере, я так думаю. Слушайте, прикольно. Возможно, это даже вкуснее, чем клубничка и малинка. Блин, он по текстуре приятный. Я-то думала, почему-то он будет немножко поплотнее, что ли. Блин, топчик, пока мне нравится. Конечно, я выбрала не то время, чтобы опробовать на губах, потому что я сейчас это все съем, да, грубо говоря. Ну, да ладно. так и откроем мой блокнотик. Все, ладно, пойду полчаса, час, наверное, посижу, повтыкаю, что-нибудь на ютубчике посмотрю и буду дальше прорешивать тетради. Вообще, изначально хотела вот так вот сесть, что-то посмотреть, потом думаю, ну, сейчас засяду, потом буду кушать, тоже буду что-то смотреть, поэтому я все-таки начала и вот сейчас сделала перерывчик маленький. Зато вечером у меня будут типсы. Мои ракурсы все лучше и лучше. Время уже десять, все, я с вами буду прощаться. Голова у меня кипит, все как-то в кашу превратилось. Завтра хочу прийти снова пораньше в универ, ну, уже пешком, вроде как дождя нет, и еще раз досмотреть, то, что мы будем проходить завтра, потому что я сегодня это практически не открывала, я только листы смотрела. Чипсы съедены, я еще поужинала кусочком курочки, филешку, которую покупала тоже в пятницу, по-моему, поэтому у меня осталось только консерва, ее как раз завтра и попробуем. Вот. Сейчас я буду склеивать кусочки и уже повыключаю свет и реально попытаюсь уснуть. Такие вот у меня дела. извиняюсь за звук в начале видео, скорее всего, там, где я иду с очень сильным ветром, попытаюсь что-то там пообрезать, если это возможно. Я знаю, что это неприятно, особенно тем, кто в наушниках. ладно, вообще все повырезаю. Не знаю, вот когда начинаешь снимать, я почему-то не задумываюсь, что у меня в данный момент нет никакого, никакой защиты на микрофоне и весь ветер просто ужасно слышно. а телефон этот, он ветер ловит лучше, чем звук мой, мой голос. Все. А на всем пока. Пока. Польшое сердечко. Пока. До завтра. Не скучайте. Хорошего вечера. Хорошего вечера. Хорошего вечера.